Всем привет, дорогие друзья! Захожу я, значит, сегодня в ГВТ, выкатываю 280-го объекта, опять-таки спасибо Легиону Спарта, иииии получился очень-очень занимательный бой, на который, я думаю, вам будет очень интересно посмотреть. Ну, вы сами знаете, что это за машина такая, 280-й объект, но кто не знает, конечно же, пройдите на канале, поищите. У меня по нему видео было, по-моему, даже не одно, так что уж подробнее найдете все там. Главное, что вам нужно знать, это то, что машина данная является, ну, фактически, некоторой копией 279-го объекта, иии, ну, она во многом с ним схожа. Однако, здесь есть огромное различие, так же, как и сходство. Сходство в основном только по скорости и внешне, но отличие, это, конечно же, орудие и броня. Броня здесь по большей части отсутствует, ну, по крайней мере, уязвимых точек стало гораздо больше, чем на 279-м объекте, даже пусть и по нерфинам, и на самом-то деле танковать на нем не так уж и легко, особенно лбом. Он танкует только под углом где-то 3 в 30 градусов, то есть придется на танке ромбовать, да и то не всегда. В общем, и башня хлипкая довольно, и корпус. Если уж и стрелять, то стреляйте прямо в лоб корпуса в нижнюю деталь, пробивается легко, да и вообще можно стрелять в борта под гусеницы, можно стрелять в башню, пробивается, в принципе, тоже неплохо. В общем, по броне здесь у нас все довольно плохо, во всяком случае по сравнению с тем же 279-м, но в целом, опять-таки, некоторые снаряды танкует, и это хорошо, больше нам ничего от него не надо. И орудие, конечно же, одно из самых имбовых орудий в игре, наверное, 15,5 секунд перезарядка и 1800 разового урона. Просто представьте, 1800. Может быть, я, конечно, ошибся, но чуть-чуть 1700 или 1800, честно, не помню, но цифры огромные, просто представьте, 1800, это же жесть. Вы можете выдавать на 2000 противнику, если повезет, а 2000, это, извините, это половина жизни десятки. Плюс перезарядка 15,5, а пупенная точность, ну да, сведение чуть-чуть подкачало, но все равно оно вполне себе адекватное, и попасть по противнику, или даже что-то выцелить у него, никаких проблем не доставит. А с таким уроном, да и пробитием, как у ПТ за 300, это просто сказка. Каска. Орудие невероятно крутое и аннигилирует все, что попадается в прицел. Ну, в общем, это только ваших рук дело, если у вас есть этот танк, вы уже сами прочувствовали, как он гнет своим орудием. И также он довольно шустрый, как, собственно, и 279, правда, здесь максимальная скорость ограничена немного, и выше 36 км в час, увы, данная машина не набирает. Однако по динамике она вполне себе хорошая, и никаких проблем со скоростью у нее нет. Не испытывает, как говорится. Пациент скорее в нормальном состоянии, чем мертв. Итак, переходим к самому бою. Как вы видите, вначале все было довольно буднично. Проехали по пляжу, протащили пляж, но зато противники у нас взяли и протащили гору. В общем-то, равноценный обмен, как говорится. И теперь он к нам сзади заезжает две девятки. Это 279, которого я не смог пробить, попал не совсем туда, куда хотел, гребаный разброс. И 268, который имбовый, и, конечно же, сразу же залепил, мне, собственно, почти не целись. Ну, ладно, его можно понять и простить, у него пробитие за 300, такому можно нас пробивать. И видим то, что сверху тоже у нас обитают противники. А наши, тем временем, во всех остальных местах в основном слились. Есть только один танчик, ну, который не сделает ничего в этом бою, это Т3. И он ездит где-то там за горой, никому не интересно, собственно. У нас осталось всего лишь три тяжелых танка здесь внизу, против двух вражеских десяток, двух девяток и одной восьмерки. Но такой восьмерки, которая может и десятки конкретно так затащить. Вижу 268, свожусь, стреляю в пулеметик, маразм, но зато пробиваю и наношу почти 2300 урона. И потом 277 его берет и добивает. ИС-8 решил стрельнуть в никуда, за что я его и поздравляю, а я начинаю пятиться сам. Ведь Т54 у нас просто умирает под гнетом двух вражин наверху. Да и мне как-то не очень хочется здесь оставаться, ибо если вдруг на меня выйдут справа, точнее спереди вот в данный момент, то тогда будет нехорошо. Я этого даже не замечу, отвлекаясь на противника вверху. Метким выстрелом добиваю отвлекшегося 279. И наш 277 сейчас будет сражаться против противника в одиночку, что у него получится, мягко говоря, не очень. Ибо остался он один против троих живых. Ну а теперь точнее я против один троих живых. В общем, сказал какую-то глупость, но да не важно. Остался я один против трех. И как вы видите, хп-то у меня стремительно тают. А учитывая то, что это восьмерки, ИС-8, то бишь ИС-701 объект, кто бы мог подумать, они меня могут легко разобрать. Ведь броню у меня не так уж много. Но, тадам, привет, друг. И 701 объект отправляется в ангар. И вот здесь я пытаюсь как-то спрятаться от ИС-8, думаю, а не, не попадет, все нормас, как он тут сможет? Не, я закрыт. И, тадам, самонаводящийся в борт башни. Ну спасибо, ГВТ, я тебя люблю. В общем, ИС-8, попав мне вот так вот в башню, что неудивительно, кстати, он меня пробил, как я и сказал, броня довольно картонная, оставил мне буквально хп-то на один выстрел. Понимаю, что если вдруг выйдет этот ИС-8 на меня, будет все печально. Поэтому, оп, и обратно-назад. Он меня не пробил, попал в верхнюю часть бронелиста, туда я не пробиваюсь. И пока у него идет перезарядка, он пытается меня крутить, в борт получаю, зачем-то выехал вперед, можно было избежать этого урона, но теперь меня объезжает ИС-8. Давай-давай-давай-доворачивай, даааа, мы его добиваем, остаемся один на один с другим ИС-8, но он уже едет к нам. Я понимаю, что сейчас, скорее всего, мне придется туго, надо перезарядиться, ждать его, но потом думаю, а вдруг он сейчас, он же ехал на меня, вдруг он поехал наверх, и сейчас меня сверху обойдет. И просто с квадрата где-то С-7 возьмет и в жопу стрельнет разок, и разорвет мне пердак. Ну и вместе с оставшимся количеством хп. Начинаю аккуратно рачком пятиться назад, отыскать его глазами, ничто не получается сделать так, как хотелось бы, потому что его там просто нет. Ну что же делать, как так? Так, понимаю то, что он, скорее всего, уехал наверх, начинаю ехать вперед, думаю, что сейчас вот я его найду. Врезаюсь, конечно же, в 701-го. 701-й в этом бою, ну просто невероятен, мало того, что там что-то еще сделал, так еще и своим трупом даже доставляет неудобства. И вот теперь-то я понимаю, какого хрена не светится ИС-8, а он просто откатился за разы назад, перехитрил меня хитреца. И я стреляю сходу, попадаю в гусеницу, гусеница съела 130-мм корабельный снаряд, зашибись, поражение. Вот такой вот веселый бой. Кому понравился, обязательно ставьте лайки, а я думаю, такой напряженный и веселый бой понравился многим. Ну и ГВТ я, разумеется, не забрасываю. Всем спасибо, что смотрите, всем пока, увидимся в следующих видео и на полях сражений.